Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости моего YouTube канала. В этом видео я хотел бы обратиться к рекламодателям, которые с ростом подписчиков на канале стали все чаще и чаще мне писать. Большая просьба, пишите сразу ваше предложение полностью. Только одно из десяти писем, как правило, оказывается нормальным. Что я имею ввиду под словом «нормально»? То, что в письме написано сразу, что хотят, какую рекламу, и рассказано о самой компании. То есть, здравствуйте, Вячеслав, мы вот то-то, 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 занимаемся тем-то, тем-то, хотели бы у вас там заказать такую-то рекламу. Девять же из десяти писем, но это просто нечто. Знаете, вот все сходится к одному предложению. Звучит оно так. Здравствуйте, вам интересно сотрудничество? Какое сотрудничество? Кто вы? Откуда вы? И так далее. То есть, по такому письму в одном предложении, в одно предложение, я не могу понять, мне интересно с вами сотрудничество или не интересно с вами сотрудничество. А вести длительные переписки, извините, но у меня нету времени, я не ваша мамочка, сидите из вас вот это вытягивать. По слову. Я когда-то там еще, знаете, с полгода назад, наверное, отвечал на такие письма, когда мне пишут, здравствуйте, вам интересно сотрудничество, я отвечал. И там начиналась переписка длиною в вечность буквально. То есть, здравствуйте, а кто вы? Мне отвечают, кто они? А что вы хотите? Мне отвечают, что они хотят? И так далее. И вот это вот, я когда заказываю рекламу, вот, кстати, страницу с YouTube, я ни разу не рекламировал. У меня по другим есть моментам реклама, и я всегда пишу, здравствуйте, я хотел бы у вас заказать такую-то рекламу, то-то, то-то прорекламировать, сколько это будет стоить? То есть, потому что, ну, смысл, здравствуйте, вы хотите сотрудничать, вам интересно будет сотрудничество? Я понятия не имею, мне оно интересно с вами сотрудничество или неинтересно. Теперь я действительно на такие письма не отвечаю, их вон там у меня полная корзина уже в электронной почте. Пожалуйста, напишите внятно, действительно нет времени сэкономить и свое, и мое время. Сейчас вот только две компании, с которыми я сотрудничаю, которые действительно нормально мне написали, предложили, и мы благополучно с ними сотрудничаем. Спасибо за внимание, и до новых встреч в новом видео, которое выйдет уже буквально через пару дней. До свидания. Единственный в мире русскоязычный журнал о козах про молочное козоводство содержит практические советы для козоводов на все случаи жизни. Над журналом работают настоящие профессионалы, поэтому каждый номер освещает самые актуальные темы. Чтобы получать не только удовольствие, но и прибыль от разведения и содержания ваших любимых коз, подпишитесь на журнал про молочное козоводство прямо сейчас по ссылке под этим видео или на сайте козоводство.про в разделе «Школа козоводства». Субтитры создавал DimaTorzok